Добрый вечер, уважаемые коллеги! Рад вас приветствовать! Не слышно, до этого напишите, из какого вы города, для того, чтобы мы немножко познакомились, поздоровались с теми, с кем уже хорошо знакомы, и могли начать нашу сегодняшнюю встречу с пониманием того, что мы видим и слышим друг друга. Так, Новосибирск с нами, Ставрополь я тоже вижу с нами, Санкт-Петербург, Кемеровская область, так, вот Людмил пишет, что все отлично, замечательно, пишите, не стесняйтесь. Рязань с нами, Валентина, пишет, так, кто еще на связи, не стесняйтесь, пишите. Так, начинаем разогреваться на активную работу, всегда всех приглашаю к активным обсуждениям, дискуссиям, комментариям, это будет только полезно. Так, Пермь с нами, Инара Георгиевна, Республика Башкортостан, отлично. Так, какие-то сегодня все немножко неактивные. Ангарск, Юлия, видимо, закрываете четверти, да, у кого-то уже начались каникулы. Так, Москва тоже с нами, отлично. Так, остальные пишите, не стесняйтесь. Омск тоже с нами, Рязань. Супер. Сегодня мы говорим об использовании игровых технологий при обучении дошкольников английскому языку. Поговорим, собственно говоря, о том, зачем они нужны, почему они нужны. Будет у нас небольшой блок теории. Вот утром коллеги так переживали по этому поводу, теория, теория, но все-таки она нужна, поэтому, скажем так, процентов 20 вебинара она будет. Вот, потом у нас будет много практики. Покажу, скажем так, такие игры, которые очень легко можно преобразовать в зависимости от ситуации. Покажу логику, как их вообще имеет смысл применять в зависимости от контекста. И в конце я сделаю, с вашего позволения, несколько очень важных, интересных объявлений. Мы посмотрим с вами два видео в рамках этих объявлений. Я думаю, что эта информация вас хотя бы в какой-то степени заинтригует. Итак, давайте начнем. Так. И у меня будет к вам несколько вопросов. Как всегда, можно отвечать на те вопросы, которые вам больше нравятся, которые, скажем так, ближе к вам. Но обязательно хочется, чтобы коллеги прокомментировали вы в чате данные вопросы. Итак, нужно ли использовать игры во время занятий с дошкольниками в принципе? Как игры помогают нам во время занятий с дошкольниками? Не отвлекают ли игры от изучения иностранного языка? Пишите, не стесняйтесь. Берите любые вопросы, которые вам нравятся. Ну, очень жду ваших интересных, хороших ответов. Неправильных ответов тут, я думаю, практически и не может быть. Поэтому тут скорее будут различные мнения, с которыми очень хотелось бы мне лично познакомиться. Так. Нужно, конечно, пишет Людмила. Так. Без игры учить язык в дошкольном возрасте невозможно, Татьяна Высоцкая пишет. Да, полностью согласен. Так. И, конечно же, вопросы, как игры помогают нам во время занятий с дошкольниками и не отвлекают ли от изучения иностранного языка? Алена Иванова пишет. Определённые игры нужны, правильные игры не отвлекают, они мотивируют. Абсолютно согласен. Согласен. Игра наша все, мотивация. Да, конечно же, игра очень хороший мотивирующий фактор, особенно для дошкольников. Так. Ещё коллеги какие мнения будут? Пока что все точки зрения очень интересные, очень обоснованные. Так. Коллеги постепенно присоединяются. Да. Вот очень интересный вопрос. Не отвлекают ли игры от изучения иностранного языка? Потому что всегда бытует мнение, что, ну, допустим, у некоторых родителей, что вот, мы только и делаем, что играем в игры. Или же, например, когда администрация школьного или дошкольного учреждения говорит, вот они на уроках не учатся, только в игры и играют. Иногда такое бывает. Верно это или нет? Давайте выясним. Отвлекают игры от изучения иностранного языка или же всё-таки помогают изучать иностранный язык? Так. Вот Оксана Топия пишет, никак нет, это основная деятельность дошкольников, так они учатся. Юлия пишет, закрепление лексик через разные игры с дошколятами только играть. Если в меру, то игры нужны. Да, конечно же, тут очень важный момент, вот Людмила его очень верно отметила. То, что игры должны быть в меру, и игры должны быть к месту. То есть очень важно, чтобы контекст, который вы проходите, содержание, совпадало с игрой. Да, то есть, допустим, проходим мы, ну, чаще всего про дошкольников можно говорить о лексике, какой-то коммуникации. Проходим мы определенную лексику, значит, игра должна быть связана с конкретной этой лексикой, а лексикой, а не игра ради игры. Это, конечно же, была бы совершенно другая история. Итак, немножко теория, как обещал. Давайте посмотрим, что такое игровые технологии и вообще для чего они нужны с точки зрения теории методики преподавания. Итак, игровые технологии – это в первую очередь образовательные технологии. Тут я прям хочу подчеркнуть двумя чертами, снизу выделить маркером, потому что действительно игровые технологии – это в первую очередь образовательные технологии. На основе активизации и интенсификации деятельности учащихся они представляют собой игровую форму взаимодействия учителей и учащихся через реализацию определенного сюжета. Игры, сказки, спектакли, делового общения, включают обширную группу приемов организации образовательного процесса, формы разных педагогических игр. К чему это нас с вами подводит? Что игры у нас с вами может быть бесконечное количество. Придумать мы можем очень многое и вариантов тут просто не счесть. Что это форма взаимодействия в форме игры. То есть, соответственно, что получается у нас с вами? То есть мы взаимодействуем и также работаем просто в формате игры. Поэтому, конечно же, игровые технологии нам будут с вами полезны. Да, и это наряду с учением один из основных видов деятельности человека. Потому что даже взрослые любят играть. Очень часто на курсы повышения квалификации с нами играют коллеги, которые преподают. Я на семинарах бывают тоже игры провожу. Редко, когда есть по времени возможность, но тем не менее оно бывает. Это всегда очень хорошо дает возможность запоминать тот материал, о котором идет речь. Прожить ситуацию, скажем так, максимально приближенных к реальным условиям. Так. Давайте теперь посмотрим на функции игры. Для начала кратко, потом я в следующих слайдах поясню, собственно говоря, что к чему и как. Итак, функции толерантной коммуникации. Поскольку здесь все очень просто. В играх у нас учатся дошкольники. Учатся взаимодействовать друг с другом. Учатся слышать друг друга, понимать друг друга, принимать мнение. То есть учатся, собственно говоря, толерантности. Функции самореализации человека в игре. Особенно для дошкольников это важно, поскольку в игре у них получается реализовать себя, показать себя, показать свои лучшие стороны, проверить себя. Это очень и очень важно. Собственно говоря, если перенестись на взрослую жизнь, если бы мы с вами не были в хорошем смысле слова игроманами, или же не любили, собственно говоря, игры, то нам было бы совершенно неинтересно, допустим, развиваться в профессиональной среде. Да, но мы все время хотим показать себя с лучшей стороны, реализовать себя. Поэтому мы играем в эти игры, мы стараемся как-то вырасти, победить себя. И то же самое происходит и у дошкольников. Так, коллеги, подскажите, пожалуйста, Людмиле, то, что стоит перезагрузить страницу, пошевелить у себя громкость на компьютере, для того, чтобы все-таки звук был и Людмила могла присоединиться к нам в полной мере. Так, давайте посмотрим дальше. Диагностическая функция игры, где мы можем посмотреть, что получается, что не получается у ребенка. Где, что нужно наверстать или какие знания нужно в данный момент обязательно расширить. Коммуникативные функции, да, то есть коммуникативная игра, поскольку мы все время общаемся или каким-то образом взаимодействуем друг с другом. Игротерапевтическая функция игры, поскольку, конечно же, эта игра дает нам возможность эмоциональной разрядки, выплеска вот этого пары, или же перехода от статических действий, когда мы просто сидим, что-то пишем, каким-то активным действием. Это очень-очень полезно. Функция коррекции в игре, поскольку в игре очень легко поправить какие-то пробелы в знаниях. Развлекательная функция игры, это тот бонус, который получают у нас с вами дошкольники, и что дает им возможность, собственно говоря, заниматься качественно. Теперь немножко подробнее о каждой функции. Итак, функция толерантной коммуникации. Игры дают возможность моделировать разные ситуации жизни, искать выход из конфликтов, не прибегая к агрессивности. Учут разнообразие эмоций, восприятие всего существующего в жизни. Иммануил Канн считал человека с самой коммуникабельностью. Здесь очень хороший пример можно привести. Недавно вышел мультик, где рассказывал, что у девочки в голове живет энное количество разных чувств, гнев, радость и еще какие-то были. Вот здесь, как раз там хорошо показано, как в разных ситуациях человек учится правильно управлять своими эмоциями. И, собственно говоря, игры нам помогают в этом тоже очень-очень хорошо. Функция самореализации. Это одна из основных функций игры. Для человека игра важна как сфера реализации себя как личности. Но в этом плане ему важен сам процесс игры, а не ее результат, конкурентность или достижение какой-либо цели. Процесс игры – это пространство самореализации. То есть не просто так мы с вами любим какие-то мастер-классы, когда они интересные. Любим, когда у нас есть возможность попробовать что-то новое в ограниченное время с быстрыми результатами. Это приятно, потому что это показывает, что вот, я узнал что-то новое, я могу это очень быстро применить и качественно. Меня похвалили в итоге. Поэтому самореализация – это важный, конечно же, момент. Коммуникативная игра. Деятельность коммуникативная, хотя чисто по игровым правилам и конкретно, она вводит учащегося в реальный контекст сложнейших человеческих отношений. То есть через игру мы учимся, опять-таки, взаимодействовать с друг другом. Опять-таки, поскольку есть правила, то мы приучаем наших с вами учащихся, что нужно их соблюдать, что уже даже такой маленький дошкольник должен работать в формате и в рамках тех правил, которые ему заданы, и проявлять творчество, соответственно, с учетом тех или иных правил. Диагностическая функция – это способность распознавать процесс постановки диагноза. Игра обладает предсказуемостью, она диагностичнее, чем любая другая деятельность человека. Потому что индивид ведет себя в игре на максимуме проявлений интеллекта и творчества. Во-вторых, игра сама по себе – это особое поле самовыражения. Про терапевтическую функцию мы с вами, в принципе, все поговорили, только хочется напомнить о том, что говорил Ликонин. Он писал, что эффект игровой терапии определяется практикой новых социальных отношений, которые получает ребенок в ролевой игре. Функция коррекции в игре. Здесь речь идет о психологической коррекции, когда мы, опять-таки, знакомим учащихся с правилами, когда мы говорим с дошкольниками о сюжете игры, когда мы смотрим, насколько хорошо они могут соблюдать эти правила, собственно говоря, сюжет. И в игре мы можем увидеть, в чем же, собственно говоря, проблема, почему у них не получается соблюсти какой-то ряд условий. Развлекательная функция – это то, что, собственно говоря, как я и говорил, дает мотивацию, дает возможность учащимся или дошкольникам понять, что, собственно говоря, те знания, которые они получили, можно применить на практике, что они жизненно необходимы. Поэтому, конечно же, это тоже важная функция игры. В большинстве игр присутствуют четыре главные черты. Это свободно развивающаяся деятельность, предпринимаемая лишь по желанию ребенка. То есть здесь мы через игру повышаем мотивацию. Творческая, в значительной мере, импровизационная, очень активный характер этой деятельности. То есть у нас есть возможность у дошкольников проявить себя, показать себя лучшей стороны и придумать что-то самостоятельно. Эмоциональная приподняться с деятельностью, соперничество, состязательность, конкуренция. То есть все это тоже будет крайне полезно для наших с вами дошкольников, чтобы они учились и проигрывать, и выигрывать, и владеть своими эмоциями. Наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, логических, логическую или временную последовательность ее развития. Тоже очень важный момент, когда у нас дошкольники учатся следить за сюжетом, за логикой происходящих событий. При использовании игровых технологий на занятиях необходимо соблюдение следующих условий. Соответствие игры учебно-воспитательным целям урока, мы это сейчас очень подробно рассмотрим. Доступность для учащихся данного возраста, если мы соответствуем возрасту и необходимая умеренность. Допустим, конечно же, 100% игра на занятия занимать не может, либо не может занимать каждое занятие, собственно говоря, игра. Но опять-таки есть группы, в которых игры идут хорошо, и можно даже увеличить, собственно говоря, время на игры в занятиях. У какой-то группы это вызывает очень много сложностей, поэтому нужно сокращать количество игр на занятиях. Плюс, опять-таки, все зависит и от нас с вами, насколько хорошо мы умеем подбирать эти игры, модернизировать или разрабатывать с нуля, собственно говоря, игры, и насколько хорошо, соответственно, мы можем проводить эти игры, потому что я когда-то, ой, очень-очень уже давно проходил курсы вожатых, и у нас был курс по игротехнике. Я прекрасно помню, как по первости мне это очень тяжело давалось, совершенно не понимал, как проводить игры, зачем их проводить. В общем, это была целая такая, скажем, трагедия. С чего, в первую очередь, стоит начать и на что обратить внимание. Это игровые и творческие задания, когда нам сами авторы в пособиях или в курсах, как в данном случае в «Двадцать шагах» к английскому языку для дошкольников в третьей части, предлагают задания, в которых есть возможность именно во что-то поиграть. В данном случае надо сначала познакомиться с новыми словами, послушать и повторить, определить, какое слово к какому предмету одежды относится. Затем нам нужно послушать и рассказать, что Сандра одевает на свою куклу. И затем, этот разворот чуть позже с вами увидим, так случайно получилось, предлагается самим по карточкам одеть куклу, подругу или даже друга. То есть, такие возможности тут тоже есть. И, собственно говоря, как я и говорил, очень важно, чтобы игра подходила к контексту, к тем коммуникативным задачам, которые перед нами с вами имеются. В данном случае, например, на развороте стихов и загадок о подводных жителях, автора Юлии Курбановой, мы с вами можем хорошо увидеть, что наша коммуникативная задача выучить слово фиш. Для этого здесь дается и стихотворение на левом развороте, на правом развороте у нас идет, собственно говоря, загадка с ответом, ответом на которое будет слово на английском языке фиш. Конечно, да, вот Регина всех поздравляет с Хэллоуином, я тоже вас поздравляю, да, отмечайте вы или нет, неважно, но этот праздник, конечно же, связан с нашей работой, поэтому всех с Хэллоуином, я надеюсь, что у многих уже либо начались, либо уже только начнутся каникулы, и вы хорошо проведете время, без ваших учеников немножко передохнете, наберете снова силы, все будет замечательно. Так, возвращаясь, собственно говоря, к этому развороту, и очень важно, чтобы игра совпадала по контексту, по тем задачам, которые даны у нас с вами, скажем так, в учебнике или в пособии. Поэтому мы можем предложить вот такую игру. Называется она «Ловим рыбку». Приносится аквариум, например, это может быть коробка из-под чего-то, или это может быть и реальный аквариум, если не страшно. И, собственно говоря, заготавливаются разноцветные рыбки. Скорее всего, до прохождения рыб вы уже познакомились с названиями цветов, поэтому, собственно говоря, рыбки будут у нас с вами разноцветными. Удочки, например, китайские палочки. Почему они? Потому что их легко достать, потому что они хорошо развивают мелкую моторику, и, соответственно, будет очень полезно, если наши с вами учащиеся ими вылавливают рыбок. Дети ловят рыбку, вылавливают ее цвет и слово fish по-английски. То есть им нужно назвать, например, сказать так, golden fish, или red fish, или orange fish и так далее. То есть они у нас с вами и повторяют лексику предыдущую, что касаемо цветов, и учат новое слово, причем на практике, и не понимают, зачем им это нужно. То есть это условия конкурса. Еще утром коллеги предложили такую удобную модернизацию, когда, например, в начальной школе, когда уже не нужно так сильно развивать мелкую моторику, или даже с дошкольниками, если еще мелкая моторика не дает возможности вылавливать рыбку китайскими палочками, то можно, соответственно, прикрепить к каждой рыбке скрепку и сделать веревочку с магнитом, чтобы, собственно говоря, можно было этим магнитом поймать ту или иную рыбку. Я думаю, что это очень хороший, собственно говоря, пример игры. И модернизировать ее можно практически под любую лексику. Соответственно, мы ловим в поле животных. Или же, например, мы ловим различные виды транспорта для того, чтобы уехать на них, воспользоваться ими. То есть тут придумать можно многое, что и модернизировать можно. Но вот такая вот основа у нас с вами, собственно, есть. Игры с заданиями. В данном случае мы знакомим наших с вами дошкольников с развивашкой о животных. Что мы здесь видим? У нас есть слово FOX, которое написано заглавными буквами, для того, чтобы они посмотрели на него, запомнили его целым словом. Транскрипция дается не для того, чтобы мы ее подробно разбирали, а для того, чтобы они немножко запомнили транскрипционные знаки, чтобы они могли интуитивно догадаться, какой звук к какой букве относится. И, соответственно, мы с вами видим, что нам нужно обвести слово пальчиком. То есть мы готовим руку к письму, мы видим и слово на русском языке, и саму эту лисичку. Также нам нужно найти двух одинаковых лисиц и соединить точки, раскрасить картинку. Помимо этого, что мы можем сделать? Мы можем сыграть, после того, как мы это все сделали, в игру лисицы в лесу. Все движения дети выполняют в образе лисиц, присущей этим животным пластикой. Сразу могу сказать, что можно лисичек поменять на энное количество других животных, или других предметов даже. Самое главное, что структура будет такая, она удобная, понятная. Я думаю, что вы со мной в этом согласитесь. Итак, лисицы просыпаются. Лисицы проснулись, посмотрели по сторонам, потянулись, выгнали спинки, сели на пол, потянули ноги, лапы вперед, потянули руки, лапки вперед, зажмулились и открыли глаза. Лисицы умываются. Лисицы зачерпывают лапками воду и умывают мордочку, затем моют ритмично лапки, хвостик, ушки повторяют несколько раз. Лисицы делают зарядку. Лисицы поднимают ритмично руки лапы, приседают, подпрыгивают, бегают. Как можно это все модернизировать? Первое, это может стать хорошей фискультной лапкой. Второе, чем больше мы будем узнавать слов на английском языке, ну если мы знаем уже слово фокс, вместо лисиц в русский текст можем вставлять это слово фокс. Также мы можем потом вставлять слова на английском языке, касаемые лексики, тела. То есть, называем спину, называем что такое лапы, руки, что такое руки и так далее. Это тоже будет крайне полезно и необходимо нашим своим ученикам. Я думаю, что напишите, пожалуйста, согласны вы со мной или нет, такая игра очень хорошо пойдет у дошкольников и будет иметь еще и образовательный смысл. Если нет, то тоже можно закидать тапками, без каких-либо проблем. Я постараюсь объяснить, почему такие игры очень хорошо подходят. Так, пишите, не стесняйтесь. И если за, и если против, а то такое чувство, как будто, собственно говоря, все ушли варить борщи. Так, вот, плюсы пишут. Да, если согласны, то плюс, если не согласны, то можно минус. Я буду уверен, значит, что надо что-то объяснить. Это без проблем. Так, все согласны, отлично. Это замечательно. Вот, Ирина тоже согласна, что такая игра пойдет. Так, еще коллеги пишут плюсы, согласны. Так, мы видим, что многие из вас не варят борщи, а, наверное, максимум налили себе кофе. Это хорошо. Так, плюс, плюс, плюс. Отлично. Возможности использования, собственно говоря, игр в учебных игровых целях. Давайте еще, например, посмотрим. Опять-таки возьмем стихи и загадки об игрушках Юлии Курбановой. Значит, здесь в этих пособиях принцип такой. Сначала мы видим стихотворение с последним словом в рифму на английском языке. Затем мы видим стихотворение, где будет предложена нам с вами загадка. И опять-таки слово от Гархи будет слово на английском языке. Здесь само слово и поделка, предложенная, которую на странице 29 можно сложить, предполагает, что нам обязательно нужно поиграть. Для того, чтобы запомнить хорошо это слово, чтобы хорошо провести время. И, собственно говоря, у нас здесь для этого все есть. Точнее, я вам сейчас предложу. Какие есть варианты игры? Например, игра-ситуация «Летчики готовы к полету». Методика проведения. Воспитатель приносит самолеты, проводит инсценировку, постепенно вовлекая детей в игру. Сегодня хорошая погода, небо голубое. А самолеты всегда летают в такие погожие деньки. Кто со мной на аэродром? Вот стоят самолеты, указать на их самолеты. Давайте осмотрим самолеты как механики, все ли с ними в порядке. Надо ли залить бензин? Залили. Теперь самолеты готовы к полету. Самолеты расправляют крылья. Летчики заводят моторы. Самолеты высоко поднимаются над землей. Посмотри, чей пролетел дальше. Как второй вариант, дети также могут изобразить самолет и расправить крылья. То есть можно запускать самолетики, можно посмотреть, у кого пролетел дальше. Опять-таки, при уже достаточном знакомстве с английским языком, все эти вводные указания можно давать либо частично на английском языке, либо полностью на английском языке. Все это будет очень полезно, очень хорошо. И, собственно говоря, когда они запускают, конечно же, они должны сказать слово «playing». Для того, чтобы запомнить необходимое слово. Подвижные игры играем в лошадку. Да, вот сейчас мы с вами увидим пример на стихах и загадках, когда вообще ничего придумывать не надо, все у нас с вами под рукой. Давайте посмотрим на стихотворение, его прочитаю, потом объясню, к чему я кланю. Сено целый день жует, и го-го она поет, причешу ей гриву гладко, как мела моя лошадка, дам ей яблоко, овес, по-английски лошадь хоз. Смотрите, здесь у нас все с вами есть. Сено целый день жует, изображаем, как лошадь жует сено. И го-го она поет, сказали все вместе, и го-го. Причешу ей гриву гладко, попробовали в воздухе причесать, скажем так, воображаемую лошадку. Как мела моя лошадка, советую просто придумать какой-то жест. Дам ей яблоко, овес, например, дают яблоко, условно. Могут, кстати, его в этот момент еще и назвать по-английски. По-английски лошадь хоз. Тут тоже можно опять сказать и го-го. Скачет быстро, что есть мочи, соответственно, все поскакали на месте. Поскорее домчаться хочет, побыстрее еще поскакали. Развиваются и гривы на ветру, и хвост. И гривы показали на хвост, показали на условную гриву у себя. В санках едет Дед Мороз, тоже можно показать, допустим, движение ковбоя, когда они вот так вот берут вожжи и подпрыгивают. Мчит его к детишкам хоз. Вот, пожалуйста, очень можно так хорошо провести такую игру. Они так намного лучше запомнят, например, стихотворение, если есть такая задача. Или же просто хорошо запомнить слово хоз, что будет просто замечательно. Также очень часто игрой может быть какие-то, скажи, обыгровки, или, точнее, обыгрывания достаточно типичных и обычных заданий. И когда, собственно говоря, идет вот это обыгрывание, появляется какая-то сказка, то дошкольникам намного проще выполнить это задание, и идет все намного лучше. Обычное задание «Обведи и напиши слова, которые, собственно говоря, здесь написаны». Допиши необходимое количество слов, да, сколько уместится самостоятельно. Мы же предлагаем им сыграть в игру. Идем по следу буквы. И нам необходимо, мы рассказываем такую историю, что, например, кошечка, или, например, все эти животные забыли, как их зовут на английском языке. Им это очень не нравится, им это страшно. Поэтому им нужно помочь вспомнить, как их зовут на английском языке. Для этого мы с вами пройдем дорогу букв и напомним, например, кошке о том, как же ее зовут на английском языке. И, собственно говоря, они либо пальчиком обводят эти слова, либо, кто уже готов, обводят ручкой, дописывают слова в пропущенные места. И таким образом вы в конце должны сказать, что, например, кошка точно знает, как ее зовут. Давай ты ее мне назовешь. И ребенок вам должен ответить «кэт». И так далее. Тоже достаточно, скажем так, неигровое задание, которое можно превратить в игровое. В данном случае нам нужно вырезать и приклеить буквы, которые пропустили в словах. Мы же можем рассказать вот такую интересную историю. Когда мы говорим о том, что курочка или утка потеряли, или индюк, например, гусь, вот это гусь, потеряли свои пиви, нужно обязательно им помочь их вернуть на место, потому что им, например, будет очень холодно зимой без этих пирожков. Для этого нужно обязательно правильно вставить недостающие буквы. Для этого им необходимо напастись терпение и учим постараться помочь курочке. Да, соответственно, они вставляют эти буквы. Если все вставил, значит, курочке повезло и будет точно тепло. Вроде казалось бы, все то же самое, абсолютно то же самое задание, но уже форма немножко другая, появилась какая-то сказочность в происходящем. Им будет намного проще выполнить подобные задания. Соедини слово с буквы и покажи правильную карточку. Тоже очень такое стандартное задание, которое можно интересно обыграть. Благо авторы, в данном случае это Arthur Frost, в книге «What do annual say?» совершенно спокойно предполагает, что мы с вами, как педагоги, будем каким-то образом приукрашивать тот материал, который нам предложен. То есть тут есть пространство для маневра. Что можно придумать? Можно, по-моему, есть... У животных точно есть карточки. Можно написать карточки слов или карточки звуков. Далее, например, вы говорите, что можно придумать загадки, или брать их из стихов и загадок к этим словам. Можно, собственно говоря, называть звук, который они произносят. Они вам должны называть животного, которое может издавать такие звуки. Можно, собственно говоря, соединить слова со звуками. То есть тут вариантов огромное множество. Так. Скажите, пожалуйста, а нужно ли учить буквы дошкольникам? Это можно сделать быстрее в первом классе. Вообще дошкольникам не обязательно учить буквы, и никакой в этом принципиальной надобности, конечно же, нет. Как говорит в госдошкольном образовании тот документ, на который мы с вами опираемся, когда работаем с дошкольниками. Наша с вами главная задача – развить учащихся и, собственно говоря, проявить интерес к языку. Поэтому мы, собственно, и следуя этим принципам, там нигде не написано, что должны знать буквы или должны выучить буквы, оставляем все это школе. Можем поиграть в съедобное и несъедобное. Когда мы видим разворот из книг Vegetable Toys, как в данном случае, мы можем предложить сыграть в съедобное и несъедобное. Например, Plate – они должны отрицательно покивать головой. Или же Porridge – должны кивнуть в сторону того, что действительно, да, это съедобное, это можно съесть. А я буквы с детьми не учу, только звуки? Да, конечно же, потому что в данном случае мы, собственно говоря, стремимся к тому… Прошу прощения, много лет до вебинара впервые зазвучал телефон. Так, сейчас, одну секунду, чтобы никто нас больше не отвлекал. Еще раз прошу прощения. Так, значит, да, то есть мы должны в первую очередь научить различным словам, расширить их лексический запас и привить интерес к языку. Но, конечно же, не, скажем так, учить их отдельно буквам. Это нецелесообразно, все это они будут проходить в первом или во втором классе. В первом, если повезет, если есть неурочная деятельность. Вот, Борис Иванович, как всегда, приветствую вас отдельно, потому что очень люблю ваши комментарии на вебинарах. Действительно, абсолютно верно пишет Борис Иванович. Написание слов направлено на создание образа слова в целом, а не на чтение их по буквам. Да, то есть здесь мы ведем речь о том, чтобы они запомнили образ слова. Или же, когда вот здесь вот у нас нарисовано, сейчас покажу стрелочки, да, и мы их обводим пальчиком, мы приучаем руку к письму. Этики мы не учим буквы. Но вопрос очень хороший, очень правильный, поэтому не стесняйтесь, задавайте их. Эти вопросы, я думаю, что возникали, будут возникать. И очень хорошо, что они возникают. Да, развиваем зрительную память и синцематорику. Можем также вот благодаря Vegetable Toys книге создавать игрушки из овощей без каких-либо проблем. Здесь, по-моему, все очень доступно показано. Нам остается только выполнить такую поделку. Может быть, у нас не будет вот такой человечек там, но что точно, машинка у нас получится. Я думаю, что ребятам это очень понравится. Игры с карточками. Вообще с карточками можно придумать бесконечное количество игр. В данном случае карточки на русском языке, которые у нас выпускаются. Есть и карточки на английском языке. Тут игры могут быть... Так, добрый вечер. Рады снова видеть и слышать вас. Отлично. Тут можно придумать просто бесконечное количество различных игр. Для дошкольников постарше, если хватает лексики, они могут придумать предложение с двумя карточками. Или если они еще сильнее, они могут придумать историю с различными карточками. То есть им даются все новые и новые карточки, и они все дальше развивают эту историю. С учениками, с дошкольниками, которые совсем маленькие, мы можем предлагать им отгадать слово. Допустим, что вот здесь спрятан у нас с вами head. Мы можем им предложить составить словосочетание или просто как минимум какое-то очень коротенькое предложение. То есть вариантов очень много. Или же можем им показать слово, они должны показать необходимую карточку. То есть тут очень много различных вариантов, поэтому карточки, конечно же, нужно использовать. Альбина Карачева. Даже к окончанию детского сада многие дети не могут четко произносить шипящие звуки в родном языке. Зачем их читать, учить? Да, поэтому мы их учим воспринимать слово цельным образом, и наша задача скорее их научить говорить на английском языке, а все остальное будет уже достаточно вторично. Игры в курсе. У Радислава Петровича на шагах к английскому языку мы можем встретить достаточно большое количество игр. У них практически в курсе каждое седьмое задание. Это будет игра, а она будет скорее всего с карточками. Как в ней играть, описано также в книге отдельно в методических рекомендациях. Поэтому остается только все это применить и использовать на своих занятиях. В Тинкелинге Индосити также есть у Артовой Фроста игра. В данном случае мы видим часть этой игры. Это карта, в которой мы ходим по шагам, кидаем кубики и, соответственно, выполняем те указания, которые у нас здесь происходят. Сразу скажу, дошкольники не читают то, что здесь написано. Это читать будем и мы рассказывать, что здесь предложено. Потом постепенно они, конечно же, все это заполнят и будут очень хорошо ориентироваться. Игровые задания. Да, вот опять-таки выполни задание и скажи, вот у нас с вами игровое задание присутствует. То есть таких у нас шагов заданий достаточно много. И остается лишь только уже их применять на практике. Вот как я говорил, где мы должны выполнить задание и скажи, где нам нужно одеть мальчика, одеть девочку, раскрасить, собственно говоря, их одежду. Все это у нас с вами присутствует. Ролевые игры проблемной направленности. Самое простое, самое с того, с чего можно начать, это разыгрывать те комиксы, которые у нас с вами присутствуют, например, в 12 шагах. Да, очень кратко. Предлагатель, опять-таки, они, соответственно, не будут читать, мы им будем подсказывать, они будут запоминать вот эти фразы, которые, собственно говоря, они должны говорить и, например, разыгрывать такие мини-диалоги. Развивающие игры. Опять-таки, в стихах и загадках, в данном случае о цветах, мы видим светофор, мы видим, что изучаем цвет красный, соответственно, можно провести очень интересную и полезную игру. В данном случае это будет правило игры светофор. Игра светофор. Значит, считалка мы выбираем первого водящего, затем рисует на земле асфальт, все две линии, это дорога, или же можно нарисовать дорогу мелом, если у вас асфальтовая площадка, краска, если детвора играют в эту игру часто, на траве можно просто положить две яркие ленточки. Значит, ширину дороги вы выбираете экспериментально, в зависимости от того, какое количество у вас участников в группе, сколько игроков, какого они возраста. Водящий ребенок стоит на дороге, спиной к остальным детям, а играющие стоят цепочкой за проведенной линией. Водящий ребенок называет какой-либо цвет, игроки ищут этот цвет в своей одежде, если названный цвет есть, то игрок спокойно переходит через дорогу и становится за отчерченную линию. Если же нужного цвета у ребенка нет, то он должен перебежать дорогу так, чтобы водящий не поймал его. Пойманный малыш становится водящим. То есть, очень простая игра, очень легко ее проводить, но так мы можем очень хорошо помочь им запомнить различные цвета, научиться их определять и, конечно же, тогда проблем не будет, например, как по-английски будет слово красным. Да, они легко скажут, что это, конечно же, будет называться red, потому что цвета он называет также на английском языке, тот, кто будет. Игры с мячом. Их тоже можно придумать огромное количество. Самое простое это, когда мы берем пролоновый мячик и кидаем его в классе, например, для отработки лексики. Да, мы называем слово, тот должен сказать, как оно переводится или показать его. Например, выставляем 10 предметов, названия которых они знают на английском языке. Они ловят мячик, должны назвать один из предметов, которые мы им выставили. И так далее. То есть, вот таких вот перекидываний может быть бесконечное количество. Что мы еще можем использовать? Мы можем играть, например, в ворота, да, то есть, когда один ребенок встает у импровизированных ворот, можно взять, опять-таки, тот же самый этот поролоновый мячик, и другой ученик пытается забить. Если он забивает, то тот, кто стоял в воротах, должен ответить на ваш вопрос. Если тот, кто стоит в воротах, например, ловит этот мячик, то отвечает на вопрос тот, кто не попал и не забил. Да, вот тоже и в такое можно поиграть. То есть, тут все ограничено только нашей фантазии. Панетические игры, когда мы проходим на различные звуки, например, как в Тинки и Линки, What do animals say? Главная наша задача, конечно же, выучить слово cat, да, но можно еще и звуки, например, мяу, как говорит кошка. Тут тоже можно очень много интересного придумать. Сейчас покажу, собственно говоря, что такого интересного и можно придумать. Да, также в развивашках, да, игрушки мы можем встретить. Помоги поезду приехать на вокзал. Помогли приехать на вокзал. Потом взяли, расставили сюда какие-то буквы, которые они уже узнают, но еще, допустим, не читают. Или слова, или, собственно говоря, картинки со словами. Наверное, самое правильное будет. И они должны назвать эти картинки, тем самым собрать их в поезд. И тогда он сможет добраться до вокзала. И снова к фонетическим играм. Например, играем в игрушечный поезд. Закрепление звука Т. Делая круговые движения руками, произносим Т, 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 а затем train, train, train. При этом дети встают в паравотик и продвигаются по классу. Точно они этот звук потренируют и точно у них будет получаться. Паравотик пыхтит. Еще одна игра. Закрепление звука П. Их можно объединить, например, что на паравозик едет в горку. В отличие от русского звука П, английский звук произносится с придыханием. Поэтому получается П, 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 Если они будут говорить пыхтит, то будет не страшно. Таким образом можно еще и звуки тренировать. Казалось бы, все элементарное, то, что мы можем сделать и без игры, но в формате игры все будет намного проще и легче. Можно поиграть и в цвета, когда мы каждому ученику говорим, что за ним закреплен тот или иной цвет. И когда называется этот цвет, он должен встать. Допустим, часть ребят берут красный, часть белый, часть желтый, когда их называют, встают. Потом меняемся. И так далее. Это как один из вариантов этой игрой на реакцию. Можно придумать еще бесконечное количество других игр. И давайте теперь подведем итоги, скажем так, нашей основной задачи, то есть по вебинару, а потом я сделаю несколько, как обещал, объявлений, которые, я думаю, что очень вам понравится, заинтригует, потому что будет еще два ролика, которые необходимо показать для этих объявлений, и потом мы, конечно же, подойдем к тому, что я дам вам код для скачения сертификата. Итак, если есть, что добавить по нашим с вами итогам, по рефлексии, обязательно пишите, я буду рад, я с удовольствием прочитаю ваши комментарии. Учащиеся проживают ситуацию, принимая на себя роли персонажей, попавших в эту ситуацию. В задании должны присутствовать проблемная ситуация, наличие распределения ролей, легенды ролей, сюжет ролевой игры, если мы говорим про ролевую игру. А, не, ой-ой-ой, прошу прощения, нет, я вам немножко вас обманул, это не подведение итогов, это мы с вами поговорим про ролевую игру, прошу прощения, сегодня что-то, фух, утром такого не было. Так, наличие общей цели у группы, многоальтернативность решений, мысль идет вперед. Опять-таки, как можно проводить ролевые игры? Можно их проводить посредством комиксов, да, когда они, самый простой вариант, когда они озвучивают то, что предложено здесь, вы с ними учите, особенно, если уже немножко умеют читать, уже воспринимают, или с аудиозаписи работают, она здесь присутствует, или же можно уже разыгрывать какие-то ролевые игры, например, как здесь, да, когда мы в Тинки-Линки, in the city, проходим такие понятия, как pedestrian, road, pedestrian crossing, и мы можем, собственно говоря, все, что изображено на картинке, превратить в ролевую игру. У нас, соответственно, есть зебра, которая прокладывает путь от одной части дороги к другой. Кто-то, соответственно, становится зеброй и идет первым. Кто-то у нас становится светофором и называет необходимый цвет. Кто-то становится машинами, когда загорается зеленый, об этом объявляет другой ученик, а машины начинают активно ездить. И, допустим, говорит слово «ка», и кто-то говорит слово «бас». Да, представляется. Когда светофор говорит «рэд», то машина останавливается, зебра, собственно говоря, начинает переход, да, то есть, например, произносит «pedestrian crossing», и за ней все остальные уже ребята тоже идут и говорят, что, например, «I'm go pedestrian crossing», например, да, или просто говорят «pedestrian crossing», да, то есть, самые простые предложения. Вот такие ролевые игры можно придумать. Так, можно также поработать с мобильными приложениями, благо, что ктинки-линки, они присутствуют у нас с вами в данный момент для Android, потом предполагается, что будут еще и на iOS, и на, возможно, еще вот пошли уже заявки о том, чтобы они у нас с вами работали на Windows, рассматриваются такой вариант. Как мы видим, всего книг 15, соответственно, 15 тем и 15 приложений тоже присутствуют, с этим тоже можно очень интересно поработать. Как самостоятельно могут учить дошкольники, так и вместе с вами. Например, поработать с анимированием неозвученными рисунками, где мы можем получить различные слова, поскольку они озвучены, проблем никаких нет. или мы, где мы развиваем память, нам нужно найти две одинаковые карточки и назвать эти слова. Или же мы на время также должны угадать, какое слово было названо, выбрать необходимую картинку. Опять-таки, на скорость мы узнаем различных животных, когда послушали, собственно говоря, о ком шла речь. На моторику, когда нам предлагается раскрасить картинку так, как нам нравится, так, как нам хочется, еще и творчество будет проявляться, тоже очень хорошо и полезно. И вот теперь, собственно говоря, прошу прощения еще раз, я сам споткнулся в свою презентацию, мы постараемся подвести с вами итоги. Итак, игровые технологии обладают безграничными возможностями и потенциалом, позволяют применить творческий подход, оказывают положительное влияние на характер межличностного общения, повышают самооценку, повышают уровень коммуникабельности, развивают умение противостоять стрессовым ситуациям, конечно же, повышают мотивацию. Количество игр ограничено только нашей фантазией и целями занятий. Самое главное, чтобы цели, фантазии и игры у нас с вами сошлись в одной золотой середине, тогда все получится хорошо. Что мы сегодня с вами увидели, это то, как можно очень легко практически без каких-то либо дополнительных подручных средств придумывать такие игры и, скажем так, контекстно вкладывать их в свои занятия, для того, чтобы дошкольникам было интересно, для того, чтобы они хорошо запомнили то, что вы им предлагаете сделать. И несколько объявлений. У вас еще есть время, может быть, кто-то поучаствовал, поучаствовать в конкурсе, он будет проходить до 15 ноября 5 плюсов от чтения электронных книг. Необходимо написать в комментариях 5 плюсов от чтения электронных книг, или же сделать репост, или и сделать репост, или же набрать к своему комментарию большее количество лайков. Мы разыграем все каким образом. один комментарий, который наберет больше всех лайков, получит одну электронную книгу, которую можно будет выбрать самостоятельно из всего того многообразия художественной литературы в электронном виде, который у нас есть. Вторую электронную книгу мы подарим выбор редакции, то есть, какой комментарий понравится нам больше всего. И третью электронную книгу мы подарим тому, кто сделает репост, разыграем среди тех, кто сделал репост посредством приложения Randomizer. То есть, различные возможности выиграть электронную книгу у нас с вами есть. Также у нас сейчас проходит конкурс репостов на одну определенную электронную книгу, поэтому вы без проблем также ее можете выиграть буквально еще пару часов до подведения итогов, до того, как мы ее будем разыгрывать, принимайте участие это во ВКонтакте. Также хочу напомнить вам, что у нас открылись дистанционные курсы повышения квалификации для учителей английского языка. Там все достаточно просто с точки зрения того, как в этом принять участие. Вы оплачиваете курсы, вам дают доступ к этим курсам, вы проходите обучение в удобном сроке, в удобном вам формате. Единственное, что можно проходить только пошагово, то есть выполнили первый блок, выполнили тест, перешли ко второму. Выполняйте итоговую работу, мы ее проверяем, и, соответственно, если все хорошо, вы набрали необходимое количество баллов, а я думаю, что вы их наберете совершенно спокойно, мы вам высылаем удостоверение гособразца на ваш почтовый адрес, и, соответственно, вы совершенно спокойно их подаете как курсы повышения квалификации, потому что будет все точно так же, как когда мы проходим в любом другом месте курсы. На данный момент открыты два курса, один по ГОСТ, второй у нас по авторскому праву, и готовится еще и на количество курсов, буквально на подходе третий курс по коммуникативной компетенции, поэтому присоединяйтесь. Также хочу напомнить, что у нас вышло большое количество художественной литературы, например, Энтони Хоу в «Эпризнер оф Зенда», мы с ней знакомим вас в социальных сетях, также можно хорошо познакомиться в нашем интернет-магазине, все книги озвучены, либо книгам идет у нас с вами там разная есть варианты, аудио в подарок. Конечно же, вот теперь, что называется, самое важное объявление, которое могут быть. У нас 30 ноября состоится семинар тренинг, опять-таки, хочу акцентировать внимание на тренинге, то есть это не просто будут лекции, вам дадут возможность что-то попробовать, какую-то, все будет практикоориентированно. По теме инновации и технологии в работе учителя английского языка, Innovations and Technologies in IELTS, спикерами будут Петр Степичев, проведет одну пару, и также спикером будет Рон Моррейн, который проведет целых две пары. С ним мы сейчас с вами познакомимся, посмотрим ролик, в котором он расскажет о том, о чем он будет говорить отчасти и на семинаре, и также затронет то, о чем он будет говорить на вебинаре, который пройдет один 14 ноября, другой 21 ноября в разное время, один будет утренний, другой вечерний. Вот, предлагаю вам сейчас посмотреть этот ролик, мы его уже показывали, я видел, что обычно очень хорошо вам всех интригует. Также хочу напомнить, что до 9 ноября цена снижена 2000 рублей, и будут выданы удостоверения гособразца на 16 часов за прохождение вот такого семинара тренинга, приглашаем всех вас. Так, ну что же, давайте я вам покажу вот этот замечательный ролик, который он нам с вами записал. Good morning. My name is Ron Morine, and I'm coming to you today from my office in Duisburg, Germany. I'd like to talk to you today about a series of upcoming webinars taking place in November and being sponsored by Tutul Publishing. What are the webinars about? Why should you be using Mind Maps in your English classroom? What are Mind Maps? And what are ready-made Mind Maps? Take a look at this one right here. But before we get into the details of what this is about, let me talk to you about 10 reasons why you should be using Mind Maps in your classroom. Reason number one, activate the four C's of learning. What are the four C's of learning? Communication, Creativity, Collaboration, and Critical Thinking. Ready-made Mind Maps help you to integrate those four C's into your English language learning experience. Reason number two, let's remove chalk and talk, reduce print and push, reduce drill and kill, and let's promote voice and choice. What is that all about? Come to the webinar and find out. Reason number three, are you integrating technology into your English language learning experience? If not, why not? Using ready-made Mind Maps can help you to facilitate the integration of technology into your English language learning experience. Come to the webinar and find out how. Are you creating a meaningful language learning experience? And what is a meaningful language learning experience? Students need something that they can use now and in the future, to put it simple. but how can you do that? Using ready-made Mind Maps will help to facilitate the integration and creation of meaningful language learning experiences. Reason number five, optimize and energize that language learning experience. When students walk into the classroom, they want to know that when they're there, they're going to learn something, and when they leave and go out that door, they're going to take something with them. Using ready-made Mind Maps helps to optimize and energize that second language learning experience. Reason number six, reduce text-heavy course books. Many students have very much difficulties using text-heavy course books, but using ready-made Mind Maps can help you to alleviate that problem and help them to have success in their second language learning experience. Reason number seven, support skills learning. What is skills learning? Is it just the passive and active skills? Not really. What about technology skills? What about experience that the students bring into the room and knowledge and the skills that come with that? Are you using those to help them to facilitate their second language learning experience and helping them to have success along the way? Reason number eight, promote storytelling. Every human being has a story to tell and they want a chance to tell that story. Give them the opportunity to tell a wonderful story, whether it's personal, work-related, career-oriented. People want to tell their stories and using Mind Maps and ready-made Mind Maps helps them to do that. Reason number nine, incorporate different approaches to your second language learning experience. Do you know what task-based learning is? Are you using problem-based learning? Do you use project-based learning? Are you far into your teaching approach that you know what phenomena-based learning is about? If so, great. But if you don't, come to the webinar and find out. And last, help to put a good lesson together so that you can use it over and over again. Take a look at this lesson that I put together right here. This is what we will be looking at at the upcoming webinar in November. Let's take a look at some of the ready-made Mind Maps that I've created for you to use and that will be coming out in the upcoming teacher resource books and student workbooks. Everybody can talk about their community. They just need a little bit of help. This ready-made Mind Maps helps them to do that. People love to talk about food and this ready-made Mind Maps helps them to do that and create the language in order for them to successfully present that. Everybody can talk about sleep or no sleep at all. This ready-made Mind Map helps them to put a story together and of course helps them to improve their business English. People should know how to talk about teamwork either from experience maybe theoretical if they don't have any work experience at all. This Mind Map helps them to put a story together to talk about teamwork and improve their vocabulary. Everybody needs to prepare for a job and a job interview. This ready-made Mind Map helps them to get ready for that job interview by going over their CV and being able to answer many of the questions that will arise in the job interview. When people are looking for another job they have to research a company but sometimes they don't know how. This ready-made Mind Map will help them to do that. And of course when a manager is looking for a better job whether that be inside the company maybe just with a promotion or outside the company also for a promotion or better pay they need to be able to talk about their career. This ready-made Mind Map will help them to put that story together to successfully go through a job interview and help them to develop themselves and seek the career that they want to have. I hope that that all sounds interesting for you and I look forward to seeing you at the upcoming webinars that will be taking place in November. For more information about the upcoming seminars go to www.englishteachers.ru Thank you and see you in November. Well, I think that we can now have to pay attention on how interesting the lecture and how good he gives the material and I think that on the webinar and on the seminar we will all have to be interesting. Also I'd like to give you information that we very much have promised our partners from the высшей School of Economics to give you a few minutes and then we will go to the certificate of the certificate. I have a very interesting idea of that. Good morning, dear colleagues, my name is Rizanova Irina Vittalina, I am the director of the department of the foreign languages of the School of Economics И сегодня мне хотелось рассказать вам о нашем курсе повышения квалификации, посвященном технологии дебата. Мы живем во времена инновации и постоянного глобального развития. Все это диктует абсолютно новые требования к современным выпускникам и, безусловно, к методикам образовательным, которые мы, педагоги, применяем на занятия. Умение учиться, готовность к переменам, способность работать в нестандартных условиях, навыки применения креативного и критического мышления. Вот то, что требуется от современного выпускника, а в дальнейшем и профессионала. Каким образом готовить нам, педагогам, учеников? К чему их готовить? Ведь по статистике 65% современных выпускников, студентов, школьников будут работать в предменных областях и профессиональных областях, которые на данный момент только формируются и развиваются. На смену уже традиционным навыкам, умению читать, писать, применять иностранный язык для общения, приходят навыки новой парадигмы образования, а именно 4К-навыки. Это критическое и креативное мышление, это умение эффективно строить коммуникацию и, конечно же, командная работа. Каким образом педагогическая технология дебата и ее применение на занятиях во внеурочное время может помочь нам развивать 4К-навыки? Как эффективно строить линию аргументации и выступать в противовес мнению команды противника? Как опровергнуть и строить контраргументацию? Как строить командную работу и эффективно взаимодействовать при разработке кейса? Обо всем этом и о многом другом вы найдете ответы в рамках нашего курса повышения квалификации, посвященного технологии дебата. Приходите, мы будем вам очень рады. Да, вот таких вот очень много у нас с вами интересных объявлений. Спасибо большое за то, что мы с вами их выслушали, за то, что посмотрели. Я надеюсь, что что-то вы для себя нашли интересным и полезным. Итак, ну что же, давайте я вам расскажу, как получить сертификат, как получить его в электронном и, собственно говоря, возможно потом и в печатном виде. В печатном виде вам платно стоит 150 рублей, все шаги указаны здесь. В электронном виде, пожалуйста, вот я выкладываю ссылку и код для сертификата, вы переходите по ссылке, вводите код и все у вас получается. Для получения печатного пишите на канале собака-инглиш-сечес.ру, указывайте полный почтовый адрес для доставки печатного сертификата, присылайте свой электронный сертификат, мы его печатаем и отправляем вам. Хорошо, спасибо вам большое. Я надеюсь, что и тема вебинара вам была близка и интересна, и то, что и объявления вам понравились, что-то вы для себя нашли интересным и полезным, и поучаствуйте. Спасибо вам большое, всего доброго и до новых встреч!